всех приветствую дорогие друзья дмитрий флегантов на связи в этот солнечный теплый июльский день продолжаю рассказ о строительстве частного дома как вы знаете я оформил землю и начинаю соответственно этой земле строительство ну и рассказываю вам поэтапно как то все происходит формате видео инструкции и так сегодняшняя тема посвящена получению такого важного документа как градостроительный план земельного участка ну вот сейчас пройдем в мой кабинет и начнем оттуда и так участок вы подыскали какой вам нужен сходили в комитет по имуществу района вашего допустим выяснили там все все согласовали с кадастровым инженером прошли определили границы участка где-то это стоит услуга но в моем случае 4 с небольшим тысячи стоило вот определили все это получили договор договор получили на землю вот и все теперь вам надо получить градостроительный план что такое градостроительный план земельного участка поясняю это то в нем описано как вы должны разместить различные объекты на вашем участке в моем случае жилой дом и хозяйственные постройки все значит для этого мне никуда выходить не надо просто переходите на портал госуслуг значит сразу небольшое уточнение вот вам нужен портал вашего региона то есть в поисковике ну google или яндекс чем вы пользуетесь вписывайте в поисковую строку госуслуги и номер вашего региона в моем случае 35 и попадаем вот сюда госуслуги значит заходите в ваш личный кабинет я уже зашел и самое главное вот тут вот указывайте ваш район в моем случае харовский чтобы заявление на градостроительный план попало по адресу дальше ваша задача уже в поисковике внутри портала пишите там у меня уже сохранилась вот градостроительный план и нажимаете поиск и вот у вас ссылка на госуслугу пожалуйста на электронную услугу кликаем здесь вам снова надо выбрать ваш район куда вы будете обращаться так вот в моем случае это отдел архитектуры и градостроительства администрации харовского муниципального района нажимаем дальше заказать ведь услугу предоставляет отдел архитектуры и градостроительства заказать здесь начать заполнение заявления заново вам выбор предоставляется использовать черновики заявлений заполнить на основе ранее сформированного заявления ну в нашем случае если вы не не обращались еще по этому вопросу начать заполнение заявления заново если коррективы надо в ранее заполненное заявление внести значит использовать черновик можно ну а если вы уже заполняли вам нужно повторно чтобы все это не вписывает еще раз там вот можете ранее заполненное использовать но в нашем случае начать заново продолжить так вот у нас шаги уже непосредственно здесь опять выбираем район ваш вот администрация харовского муниципального района выбрали тут тут можно адрес сразу посмотреть ваш администрации если вы не знаете так далее нажимаем вот выбор опций второй шаг тип заявителя физическое лицо юридическое лицо но вы соответственно вот но я предприниматель допустим но цель у меня земля как алпаха частный дом поэтому я просто выбираю физическое лицо и все то есть я там никакой предпринимательской деятельности вести не собираюсь мой жилой дом будет все выбирая физическое лицо дальше за предоставлением услуги обращается заявитель вот то есть я заявитель я как бы собственник или или арендатор или безвозмездное пользование земли вы получили то есть вот заявитель если вы представитель заявителя значит представитель пишите ну вот я заявить кстати говоря сразу оговорюсь если два собственника указаны в договоре то соответственно вот ну муж и жена допустим то от мужа и от жены должны поступить вот такие два заявления то есть она должна также отправиться свои со своей со своего своего личного кабинета в госуслугах такое же заявление так далее нажимаем значит здесь вот уже форма непосредственно заявление то есть тут вот имя фамилия ян-эн ваш тут вот регион номер дома и так далее это все вы разберетесь это все просто дальше в самом низу вот это вот вы не заполняете то все уже заполняет там за вас соответственно а вот здесь вот сейчас мы остановимся поподробнее сведения о земельном участке местоположение вы пишете из договора кадастровый номер земельного участка вы из договора сюда забиваете там все написано цель выдачи градостроительного плана земельного участка вот смотрите здесь нажимаем в нашем случае строительство вот видите можно реконструкция архитектурно-строительному проектированию так в нашем случае строительство все нажали строительство и дальше наименование объекта капитального строительства значит сюда мы пишем вот как в моем случае сюда мы писаем постройки короче которые у вас планируется вот в моем случае это жилой дом жилой дом запятая и хозяйственной постройки простройки все больше ничего у меня не планируется то есть вот я соответственно вот эти вот записал вещи ну и все теперь нажимаем сохранить и отправить сохранить для того чтобы у вас эта форма сохранилась чтобы если чего вам заново все не вводить ну и отправляем ну я уже отправлял поэтому я уже еду сегодня получать значит выдача градостроительного плана его разработка происходит в течение 14 дней вот ну и в моем случае соответственно так же 14 дней прошло все вы едете получать вот вот я еду сегодня в общем все едем в администрацию района я на месте перед вами администрация и сейчас я туда пойду и получу документы ну процесс показывать не буду покажу результат ну вот градостроительный план у меня на руках схема участка на спутнике снимок так значит что тут дальше есть основные виды разрешенного использования земельного участка указаны ну и различная регламентирующая информация по строительству то есть вот документ получен опечатан прошит все теперь надо предоставить уведомления о планируемом строительстве также это делается через госуслуги но об этом в следующей серии а сегодня всем пока до новых встреч на канале значит это была вторая часть следующая часть третья будет у нас у нас и и у нас и и Продолжение следует...